У них заканчивается еда и вода. В подвалах Азовстали в Мариуполе много женщин, детей и стариков. Они почти два месяца не видели солнечного света и просят об эвакуации, потому что хотят жить. Пронзительное видео появилось на ютуб-канале Азова. О том, как живут подземные мирные жители Мариуполя, смотрите далее. Немного детям еды привезли. По разрушенному российскими военными заводу Азовсталь во время обстрелов они спускаются в укрытие к мирным жителям, что передать им немного еды. Там очень много женщин, детей и стариков. Они почти два месяца живут в подземелье блокадного Мариуполя. Их дома в родном городе полностью уничтожены оккупантами. Я не работник комбината, мы просто прибежали после обстрела дома сюда. И враг не останавливается. Постоянными обстрелами стирает с лица земли город. Люди, которые молят о спасении, радуются едей горячему чаю. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже счастье. А маленькие дети мечтают не о новых игрушках, а о том, чтобы поскорее увидеть солнце и мирное небо. Хочется домой, хочется солнце увидеть. Хочу, чтобы мы от себя вышли, увидеть солнце. Потому что мы уже здесь как два месяца сидим и хочется увидеть солнце. Женщины, которые живут в подземелье, умоляют о безопасном гуманитарном коридоре. Они хотят спасти жизни своих детей. У нас здесь много детей. Мы нуждаемся в эвакуации из комбината «Азовсталь». У нас более 15 детей всех возрастов. От младенца до 14 лет. Мы просим о гарантиях безопасности для наших семей. Чтобы мы могли свободно выйти. Чтобы была тишина. Наши дети, которые здесь, ни дня не бывают так тихо, чтобы не стреляли. И они не боялись просто даже сходить в туалет. Тут уже заканчиваются запасы еды и воды. Еды мало, воды мало. Просто хочется выйти и увидеть своих родных, близких. Сделайте нам мирный коридор, чтобы можно было безопасно и спокойно вывезти женщин, детей, стариков. Украинские военные героически защищают завод и сам Мариуполь. Но российские войска ни на минуту не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Часто ведут прицельный огонь по местам, где прячутся мирные жители. Они хотят сейчас только одного – выжить. Очень хочется выбраться отсюда, чтобы это было безопасно, чтобы никто не пострадал. У нас лучше победить Украину, потому что Украина – это наш родной дом.